Просто для друзей Валентина Васильевна, для тех людей, которые шли с ним всю жизнь и пришли к этому событию. Очень приятно видеть ваши теплые глаза, ваши лица. Спасибо вам, что вы пришли. Сегодня мы показываем сделанную работу, которая будет состоять из двух частей. Это книга и это концерт. Я буквально два слова скажу об истории. Как ведущий, который был в своей лекции, а потом мы в форме диалога пообщаемся с теми людьми, которые делали. Но сначала я хочу вам представить, скажем так, героев этих событий. Это автор Валентина Васильевича Сильвестрова. Это как на шахоте, вы его можете допытывать, поскольку о том у нас наступит такой момент диалога демократического, поэтому можно называть ему вопрос. С огромным удовольствием и большим счастьем я представляю генерального директора совершенно уникального издательства, просто потрясающего, Константина Сигова. Прошу. Я хочу вам представить замечательную девушку, музыканта, который, не жалея живота своего, положил столько на эту книгу. Это Алла Вальберт, научный редактор этой книжки, которая на протяжении двух лет просто занималась книгой как самой собой. То есть это как бы, она сама как книга, Аллочка. Я Сергей Филютиков, тот человек, который, в общем-то, был в этой беседе с Валентином Сильвестром. История возникновения этого проекта очень простая. Когда-то на одной из прогулок на Днепре у меня в руках оказалась книга «Теоретика» в Московской консерватории. Я с ней внимательно познакомился, почитал и потом дал посмотреть Леониду Васильевичу эту книгу. Он с ней тоже внимательно ознакомился и звонит мне с возмущением, как такую книгу можно показывать студентам, людям. И тогда возникла идея, чтобы он сам рассказал о музыке, как он ее понимает, о композиции, о жизни. Мы решили организовать цикл лекций, который подождался достаточно долго. Это проходило все в течение года. Начиналось все теплыми вечерами, а закончилось такими лютыми морозами, когда на улице уже была зима. Тем не менее, интерес был постоянный, не особывающий. Все время вот в этом зале, в зале Союза Композиторов, пришло огромное количество людей с вопросами, с мнениями, с какими-то диспутами. То есть это было живое, настоящее время. И плод этого труда, это нынешняя книга замечательная и нынешний концерт. Сейчас я передоступлю к нашим коллегам и, наверное, предоставлю слово Константину Сегову, чтобы он рассказал о дальнейшем воплощении этого телевизора. Я благодарю Сергея Филютикова, благодарю Маритину Васильевича Семьевского, потому что для издательства Дух и Литера большая честь и радость, поверьте, что это не фраза, участвовать в этом труде. И в этот момент, мне кажется, что материал, представленный в этой книге, останется в этом городе и в этой стране, как одна из самых ее светлых, задумчивых, тихих и глубоких страниц. И в этом столетии, если даст Бог, все будет продолжаться и дальше, люди будут снова и снова возвращаться и думать о том, что все-таки не до конца этот город был унижен, не до конца он был превращен в какую-то непонятную провинцию. Здесь происходили очень значительные события, разговоры, беседы. И труд, который происходил, когда книга создавалась, как всякий труд, ожидающий своего завершения, это была одна из форм ожидания. Но в предисловии к этой книге, точнее в четырех предисловиях, или в предисловии на четырех голосах, как хотите, все время этот мотив ожидания сквозит. И мне кажется, что различные формы ожидания, лучше всего об этом говорит музыка, но автор, композитор, музыкант сумел об этом сказать и в слове, что очень важно и драгоценно. Потому что мы с вами находимся и во времени и пространстве, совсем недалеко от тех моментов, когда в советскую эпоху неугодные книги просто сжигали. Виктор Некрасов в Париже узнал, что его книги просто свезли, сложили в пирамиду в одном дворе и сожгли. Но у книг есть своя судьба. Ериджев говорил, что книга, заброшенная где-то на высокую полку, может пережить самые ужасные времена, самые мрачные времена, и кто-то потом ее откроет, и для того, кто откроет ее, все начнется снова. Вот для тех, кто будет открывать эту книгу, будет возможность и читать ее, и слушать диск. Здесь на DVD собраны важнейшие произведения Валентина Сильвестрова. И таким образом вы сможете получить доступ и к давно известным, и совсем недавно написанным вещам. То есть к вещам, которые, ну, несколько дней, недель. У них есть еще живое дыхание их создания. Вот это ожидание сегодня во многом исполняется, но еще и предстоит. Мы с вами вместе будем открывать эти различные формы благодаря автору. Поэтому я просто от всех здесь присутствующих хотел бы поздравить Валентина Васильевича с днем рождения, который, как вы знаете, праздновался вчера, а сегодня поздравить с днем рождения этой книги. И это хорошо, когда так ясно и отчетливо происходит вновь и вновь новое рождение. Это в основании ключевых метафор возрождения всей европейской культуры. Коротко говоря, я бы очень хотел передать слово автору. Валентина Васильевича с днем рождения. И кто-то хорошо, например, и кто, и даже писатель меньше нитки очень обладал хорошим стилем, мог внятно и разумно сказать какие-то важные вещи. Но многие тексты композиторские, они чреваты больше, ну, в комментарии, было спросено в 20 веке среди актуальной музыки определенного типа. комментатора и самого композитора. И вот эти комментаторы расплодились так, что невозможно было потом музыку читать, потому что комментарий был более теористичным, неужели то, что мы слушаем. И возникла ситуация, когда комментарии читались и больше интересовались, чем музыка. И это стало нарастать до такой степени, что потом, даже когда берут интервью, так интересуется, что композитор сказал. Он не стоит самому что-то сказать о музыке, так самому уже не страшно было говорить, потому что нужно было принимать решение, вот это или хорошо. Тогда композитор говорит, так будет все ясно, а не можно из музыки обойтись. Вот это ощущение, что музыка превратилась в какой-то момент закрытости, что ли, и композитор ему обойтись, а только меня останавливает.